Всем привет, друзья! В недавнем видео я вам показал селфи-палку от компании Xiaomi. Это палка, которая умеет держать ваш смартфон крепко, вращаться на 360 градусов, имеет кнопку, которая снимается и на 10 метрах, да что я говорю, вот она лежит. Я вам ее покажу в другом видео, сравним мы сегодняшним обзором сегодняшней селфи-палки от компании Huawei под раздел Honor. Нас интересует, насколько она качественная и какими обладает способностями. Стоит ли ее покупать, стоит ли она своих 18 с копейками долларов и что она умеет. Давайте сейчас посмотрим. Вытягиваем ее. Здесь все просто, все скромно, все отлично. Идут две бумажки, в которых нарисовано как пользоваться пультиком и как пользоваться селфи-палкой. Здесь у нас есть информационный указатель в виде ленточки, что нужно потянуть и тем самым мы освободим контакт батарейки. А здесь, как заявлено на самой коробке, батарейка тип CR2025. Давайте ее с вами полностью разберем и посмотрим в ее полной боевой готовности. То есть, как вы видите, она вот так вот легко поднимается, но здесь есть фиксация. Здесь крепится ваш смартфон. Мы посмотрим, какой максимальный размер можно сюда поставить. И теперь, чтобы нам ее полностью разложить, достаточно просто держать здесь и тянуть на себя. Вот, посмотрите. От края дисплея до края она даже не вмещается. Очень большая селфи-палка. Сейчас мы вместе с вами ее замеряем. Так как здесь должен лежать смартфон и он чаще всего должен находиться вот в такой позиции, значит мы приблизительно так и оставляем. Ну а рука наша держит здесь и пальчик находится на пульте. Значит мы должны замерить от этой части до этой, насколько она удлиняет нашу руку, чтобы максимально сделать хороший снимок. Возьмем метр и замеряем от камеры, где она виртуально находится, до этой части. 48 приблизительно сантиметров. На 48 сантиметров вашу руку удлиняет. Снимок с друзьями получится великолепный. Влезет достаточно много друзей. Чтобы ее собрать, необходимо просто аккуратненько нажимать и она полностью собралась. Заметьте, что здесь эта часть вращается с фиксацией. И теперь необходимо именно в этом положении, когда пультик находится сверху, сложить вот так. Пульт легко извлекается, я даже боюсь, что можно его потерять. То есть смотрите, одним пальцем, если я зацепил, он просто отцепился. Здесь установлена батарея CR2025. И примечательно, что здесь находятся два магнитика, которые постоянно здесь должны ее придерживать. А давайте проверим. То есть если я вот в таком вот состоянии. Да, действительно, смотрите, ребят, боком. И вот она держится. Батарейка вот эта сама липнет к пультику. Есть всего одна кнопочка. Как она работает, светится, сейчас мы проверим. Если мы нажимаем и держим, она включается и горит зеленым цветом. Вот этот мигающий режим означает, что она готова к тому, чтобы соединиться. Включив на вашем смартфоне или айфоне Bluetooth, вы сможете увидеть вот такую вот информацию о том, что кнопочка, которая мигает и ждет соединения, уже готова. Мы подключаем, происходит сопряжение. Смотрим, что происходит с кнопкой. После того, как она подключена, она потухла. Но здесь появилась информация, что она подключена. Что произойдет, если мы зайдем в обычный режим телефона и попробуем нажать на кнопочку. Нажимаем и у нас показывает вверху, что идет управление громкостью. Ну, это понятно, потому что мы же не включили камеру. Теперь, когда мы включили камеру. Настроилась, сфокусировалась и сделала снимочек. Если мы выберем режим видео, то здесь режим видео, я уже нажав, запустил кнопку. Сможет ли она остановить? Нет, не сможет. Включает по-прежнему громкость. То есть, эта кнопка рассчитана только для того, чтобы делать фото. Селфи или какие-то другие снимки на расстоянии. Важное примечание. Если вы используете другую прошивку или другие модели телефонов, то у вас, возможно, будет отдельный режим видеосъемки. Тогда в этом режиме будет и включать видео, и выключать. В моем случае, у меня запускается все с одного экрана. И фото, и видео. Поэтому так и происходит. Вставив сюда смартфон 5,5 дюймов, у нас еще есть запас. Вот столички. Ну, с трудом 6-дюймовый сюда зайдет. Теперь, чтобы делать снимки, нам необходимо вот так вот установить. Мы можем немножко покрутить. Здесь можно поставить положение кнопки. А можно вот в таком положении. Держится хорошо, крепко. Но, знаете, когда вы будете делать резкие движения, я, наверное, на кнопку, да, верно. Вот это вы тоже учитывайте, чтобы не ставить на кнопочку. Так как кнопку включения нажал, и кнопка сделала свое дело. Если вы будете вот так вот делать, здесь есть фиксатор, но поскольку смартфон довольно тяжелый, раз и перекручивается. Поэтому, ну, лишних движений не стоит делать. Потянули на себя. И очень хорошо. Нету изгиба. Очень крепко держит. Здесь все выполнено из алюминиевого сплава специального с фиксацией. И даже если вам необходимо, вы сможете поджать немножко, настроить нужную длину. Вот эта часть, которая держит пульт, она выполнена из приятного силикона. Здесь же все выполнено из пластика. Примечательно, что в этой части находится магнит. Когда эти ножки раскрываете, так как он превращается в такой монопод, вы сможете увидеть, что магнит хорошо срабатывает. Давайте поставим и посмотрим, как стоит наш девайс. Довольно устойчиво. То есть, вот так вот он установлен сейчас крепко. И я скажу, что вытянув на всю его длину, сейчас мы это сделаем, очень хорошо стоит. Кнопка снимается. Вы ее сняли, отошли на расстояние, нажали на кнопочку и снимок сделан. Друзья довольны? И вы тоже. И как только вы поднимаете данную селфи-палку, посмотрите, как ножки сами слаживаются. Теперь мы ее слаживаем, отсоединяем наш смартфончик. Кстати, смартфон можно поворачивать в разные стороны. То есть, вот в такую сторону можете сфотографировать, вот в такую. Здесь это все фиксируется и удобно подстраивается под любого пользователя с любыми запросами. Отсоединяем смартфон, слаживаем ее полностью. У нас здесь, кстати, состоит из четырех частей. Раз, два, три, четыре и маленькая пятая часть. Продолжение ее одета на саму ручку. Как вы видите, здесь она находится и внутри она там прячется. Вот так вот мы все это слаживаем. В сложенном состоянии вся селфи-палка, размер ее 18,5 сантиметров. Если вам интересно узнать, какую же лучше селфи-палку купить, в компании Huawei, Honor или палку Xiaomi. На вид они практически одинаковы, но все же есть серьезное отличие, на которое следует вам обратить внимание в следующем видеоролике. Ну а я с вами прощаюсь. Рад был помочь. Спасибо, что вы с нами. Это канал Сергей и Валя Грачевы. Обзоры от Градчиков. И не забудьте подписаться. Всего хорошего, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова